Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и всё, что с ним связано. В этом видео мы будем говорить о глаголах движения. Да, это просто масштабная тема, невероятно много видео мы можем говорить на эту тему. И да, у нас с вами уже были видео о глаголах движения, но сегодня мы остановимся на глаголах движения с префиксами под и от. То есть остановимся на таких словах, как подходить, подъезжать, подбегать, подносить, подлетать и отходить, отъезжать, относить, отбежать и других. В общем, что значат эти слова и в каких ситуациях мы можем их использовать. Префиксы под и от показывают приближение к объекту и удаление от объекта. Префикс под – это приближение к объекту с небольшого расстояния. То есть вы и так находились не очень далеко, да, не крайне далеко от этого объекта. И теперь вы к нему приближаетесь ещё ближе. Подходить к дому. Подбегать к работе. Или подбегать к телефону. Подносить еду. Такси уже подъехало к подъезду. Можно выходить. Давайте рассмотрим префикс по с каждым глаголом движения. Подходить, подойти. Мама подошла к окну, чтобы посмотреть, где дети. Подъезжать, подъехать. Автобус подъезжает к остановке, как обычно, по расписанию. Подлетать, подлететь. Мы уже почти подлетели к Москве, но из-за плохой погоды развернулись. Подплывать, подплыть. Рыбы подплывали к моим рукам, так как хотели есть. Подбегать, подбежать. Дети всегда с удовольствием подбегают к отцу, когда он приходит с работы. Подносить, поднести. Официант поднёс бокал красного вина. Подводить, подвезти. Кого он только что подводил к нашему директору? Это был новый начальник управления. Подвозить, подвезти. Водитель такси подвёз меня прямо до подъезда. Это были основные значения и основные глаголы движения. А теперь префикс от обозначает удаление от объекта на небольшое расстояние. Наш поезд отходит через пять минут. А также префикс от обозначает отправление кого-либо или чего-либо. Этот объект его отправляют и оставляют там. Нужно отвезти сына в детский сад к восьми утра. Я его туда отправлю, приведу и оставлю. Уйду на работу. Давайте посмотрим на префикс от с глаголами движения. Отходить, отойти. Отойдите от меня на метр. Отъезжать, отъехать. Машина отъехала от дома и повернула на автостраду. Отлетать, отлететь. Ты видел, куда отлетел мяч? Отплывать, отплыть. Лодка отплыла от берега. Отбегать, отбежать. Собаки то подбегали, то отбегали от машины. Относить, отнести. Мне нужно отнести эти документы директору. Отводить, отвезти. Кто обычно отводит детей в детский сад? Отвозить, отвезти. Сын отвез родителей на дачу. И это были основные значения и основные глаголы движения с префиксом от. А теперь давайте рассмотрим ещё несколько фраз. А именно посмотрим на фразы, такие устойчивые фразы, и у которых есть идиоматические значения. Переносные значения глаголов движения с префиксами под и от. Подходить кому-то. Например, я думаю, что мне подходит синий цвет. То есть мне он идёт. Мне он к лицу. Подходить к концу. Например, вы заканчиваете свою речь и говорите. Коллеги, я подхожу к концу. Сейчас я расскажу о последних результатах. Или сейчас я вам дам вывод. Подводить к мысли. Когда вы помогаете другому человеку, чтобы у него появилась эта мысль. Подводить к мысли. То есть вы с ним разговариваете, и во время вашего диалога у вашего собеседника появляется мысль, идея. И вы его подвели к этой мысли. Подводить итог. Когда вы заканчиваете, пишете вывод, когда у вас было какое-то исследование, или вы что-то узнавали, и теперь вы подводите итог. Также мы можем просто говорить «подводить кого-то». Когда кто-то на вас надеялся, он опирался на вас, он ждал от вас помощи и поддержки, а вы его подводите. То есть вы не соответствуете его пожеланиям. Пожалуйста, не подводите меня. Говорите по-русски красиво, правильно и легко. Ещё. Отойти. Отойти от дел, то есть больше не заниматься этими делами, этой работой, этой сферой. Отходить ко сну, что значит готовиться ложиться спать. Отойти в мир иной, что значит умереть. Итак, это были основные значения префиксов под и от с глаголами движения. И важная деталь. Для глаголов движения с префиксами уже не так важно, в каком направлении вы направляетесь. В одну сторону или туда и обратно, или в разном направлении. Для глаголов движения с префиксами уже важно значение самого префикса. И глаголы движения с префиксами у нас появляются в парах несовершенного и совершенного вида. Поэтому сегодня в этом видео я вам и говорила. Отходить, отойти. Imperfective, perfective. Подъезжать, подъехать. Imperfective, perfective. А вот сами глаголы движения отличаются по способу передвижения. Например, отходить, отойти – это передвигаться медленно. Если мы будем сравнивать с глаголами отбегать, отбежать, что значит двигаться быстро. Или отплывать, отплыть, что значит передвигаться на водном транспорте или по воде. Или же подносить, поднести – это значит вы с каким-то объектом, но без транспорта. А если мы скажем подвозить, подвезти, то у вас также какой-то объект, но вы уже на транспорте. В общем, глаголы движения и правда очень интересная тема. И правда мы с вами ещё много видео будем говорить на эту тему. В этом видео мы рассматривали глаголы движения с префиксами под, что значит приближение к объекту, и префиксом от, что значит отдаление от объекта. Вот и всё. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»!